За три десятилетия с момента избрания на должность президента Беларуси Александра Лукашенко, каких только характеристик ему не давали. От самой известной батька, последний диктатор Европы, человек с остальными нервами, поразительной интуицией и до той, которую он сам публично обозначил, самый женский президент. Две последние символично сегодня получили очередное фактическое подтверждение. Во Дворце независимости глава государства провел переговоры с первыми леди двух стран африканского континента. Туда сейчас устремлены взоры многих стран, но лишь единицы настроены на равноправное сотрудничество. К ним и едут. Сам факт этой встречи говорит о том, что президент очень хороший, очень добрый человек, потому что нашел время для встречи с первой леди. Обычно такие встречи проходят между президентами двух стран. И это говорит о нем как о человеке с большим сердцем, который готов помогать стране и помогать друзьям. Это очень важно в наше время. Без разрешения моего супруга мой визит в Беларусь не состоялся бы. Думаю, он его одобрил, потому что осознает важность дружеских отношений. И ему хотелось бы получить информацию из первых уст. Мы не так много знаем о Беларуси, поэтому важно разузнать все на месте. А узнали многое. То, что вы для нас хороший партнер и в сфере образования, и в сфере АПК. Важнейший для нас. К слову, именно сельское хозяйство и переработку госпожа Тинубу курирует в Нигерии. Она и Александру Лукашенко и журналистам рассказала, что в Беларусь рассчитывала приехать чуть отдохнуть. Но желание не упустить возможности перевесило. Встреча в Совете Республики, Министерстве образования и с главой Беларуси – все это залог нашей успешной общей перспективы. Я хочу приветствовать вас в Беларуси. Очень хорошо, что вы приехали. Это будет интересное и очень полезное начало в нашем сотрудничестве. Я очень хотел бы надеяться, что после вашего визита состоится визит и президента, и ваших министров в Беларусь для того, чтобы мы теснее начали сотрудничать. Нам очень интересно, ваша страна, и думаю, что мы будем вам полезны. Мы готовы подключиться к подготовке специалистов разных отраслей в вашей стране, нашей также, а также более глубокому сотрудничеству с сферой образования. Я бы просил вас передать мою просьбу об организации визита нашего министра иностранных дел в вашу страну, чтобы выработать план нашего сотрудничества. Там же вы сможете у себя в столице, на родине определиться и по дальнейшим контактам наших специалистов с вашими специалистами. В общем, тот план, который будет выработан у вас на родине нашим министрам и вашими специалистами, будет неукоснительно соблюдаться, в том числе и мною. Вот эта фраза? Будет неукоснительно соблюдаться, в том числе и мною. Ее нерасхождение с действиями во взаимодействии с государствами африканского региона особенно ценна. В странах, богатых ресурсами, которые многие годы работали на кого угодно, кроме самих местных жителей, сейчас готовы говорить только с равными, а не с теми, кто смотрит сверху вниз. Визит Александра Лукашенко в Зимбабве – своеобразный рубикон, который мы перешли, и теперь нет пути обратно, кроме как сотрудничать дальше. Мы там нужны. Местные фермеры, например, в подаренных нашим президентом весной 23-го тракторах души не чают. Мы очень рады этим тракторам, и, конечно, мы их используем. Мы очень довольны. Техника показывает высокие результаты. И мы видим, что есть возможность развивать наше сотрудничество в направлении использования белорусской сельхозтехники. В Беларуси из Зимбабве приехала внушительная делегация представителей деловых кругов различных сфер деятельности, в том числе горнодобывающей, сельхоз, банковской, информационной и туристической. А возглавляет ее первая леди этой страны – Аксилия Мнангагва. Они с Александром Лукашенко уже знакомы, да и фундамент двусторонних отношений между странами заложим. Мы ждем с ответным визитом в Беларусь президента Зимбабве. Приезд же женской делегации – это не только красивый и эффектный его предвестник, но и вполне прагматичный и деловой. Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии, в реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны и посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эмерсону, моему давнему другу, самое доброе пожелание и нашу решимость реализовать наши договоренности. Надо сказать, что часть договоренности уже реализована. Аксилия Мнангагва курирует у себя в стране медицину и формотрасль. Так, сегодня она рассказала о достижениях. Уже, например, воплощен проект по передвижным госпиталям. Есть ощутимые результаты. Но есть ряд направлений, развив которые, можно выйти за пределы двустороннего сотрудничества. Всё благодаря уникальному географическому положению Зимбабве. В истории Зимбабве ещё не было сотрудничества такого масштаба, как с вашей страной. И я хотела бы напомнить, что Зимбабве обладает уникальным географическим расположением. И если мы наладим сотрудничество, оно распространится и на другие страны континента. К слову, об акценте относительно присущей женщинам внимательности, который в самом начале встречи позволил себе глава государства, руководитель департамента телевещания зимбабвийской телерадиокомпании заметила, что среди тех, кто работает за камерами в зале переговоров, одни мужчины. Что ж, вопросами её засыпали после одни девушки. Баланс, как он есть. Мы бы хотели перенимать ваш опыт и обмениваться в том числе и по вопросам технического оснащения. Мы эти вопросы сегодня поднимали во время встречи с Александром Лукашенко, и он нас услышал. За это большая ему благодарность. Вообще все участницы зимбабвийской делегации благодарили Александра Лукашенко за чуткость и неподдельное неравнодушие. Мне бы хотелось отметить теплоту, с которой проходят встречи на белорусской земле. Мы бы хотели, чтобы зимбабвийские женщины, которые работают в сфере туризма, смогли приехать и перенять опыт в сфере гостеприимства. В равной степени и в вопросах развития туризма, банковской сферы и, например, горнодобывающей промышленности. «Беларусь хочет развивать сотрудничество в Африке и за пределами Зимбабве, и наш банк будет предоставлять площадку для этого. Мы бы хотели, чтобы соответствующее соглашение было заключено». «Зимбабве богато полезными ископаемыми, и мы бы хотели, чтобы и в этой сфере наши женщины сыграли свою роль. Хотя, конечно, вопросы технического оснащения мы тоже обсуждали». А дальше у этих леди насыщенные эмоциями дни славянского базара. Ведь, как известно, ничто так не сближает, как культура и пережитые вместе эмоции. Александр Лукашенко к фестивалю в Витебске относится с особым пиететом, так что можно предположить, и там будет рядом с дорогими и близкими гостями, проделавшими неблизкий путь, но за короткое время успевшие распознать своего на другом континенте. Алена Сырова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.